Да, коллеги, здравствуйте. Мы начинаем второй день нашей конференции. Сегодня у нас доклады, посвященные астицизму и рецепции философии Якова Талбаса и Маргарда. Я с удовольствием объявляю доклад Артема Павловича Сологева, кандидата философских наук, проектора по научной работе в Матинском православном сегнаре. И он расскажет нам о том, что такое понятие Коткона, Карл Шмидт в перспективе концепции модерна, якова Талбаса и Маргарда. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня хорошо слышно. Подтвердите, пожалуйста. Да, вас слышно прекрасно. Да, спасибо большое. И хотя экран в видео мне показывает синий квадрат, я, к сожалению, никого не вижу, но надеюсь, что здесь это не помешает мне рассказать о том, как и куда выводили понятие Коткона, Шмидта, Таубиса и Марквард. Ну, про Шмидта много говорили в прошедшие дни, про Коткона еще больше. В прошедший день конференции. Я очень внимательно слушал и большое спасибо за возможность подключиться организаторам. У Шмидта, итак, у Шмидта Котеханом является тот, кто не дает миру свалиться в хаос. Ну, например, партия. Например, то, что удерживает право суверенно вводить чрезвычайное положение. И вообще, эта тема, мне кажется, очень сильно связана с чрезвычайным, исключительным, тем понятием, которое очень редко звучало вчера. Ну, то есть, иногда было в некоторых докладах, но вот такой связи Котехана, Харизмы, например, и некоторые другие понятия, они вот как-то напрямую так не соотносились с понятием чрезвычайного. Ну, я вот не буду сильно обращаться к толкованию Павлинянского, Котехана, Федора Кирского, например, Анда Маскина, что, в общем-то, где-то как-то витает вокруг Шмидта, Таубиса и Маркворда. Да, с их точки зрения, это, конечно же, совсем не государство, не империя, не отдельный монарх. Как раз империя, отдельный монарх, как Котеханы по Федору Кирскому и Анда Маскиной, это, скорее, как раз кандидаты в антихристы, в беззаконные. Отмечу, что странным с христианской точки зрения видится то, что шмидтовское понимание апокалипсиса предполагает полный крах всего, какая-то окончательная победа антихриста, победа хаоса над космосом, но как-то это вот не Паруси. Шмидт, похоже, вот ощущение, что он не надеется на Парусию и как минимум сомневается в ее возможности или вообще, не знаю, не желает второго пришествия Христа. А значит, чисто в гностическом духе у него Котехана сливается со спасителем. Шмидт надеется, как кажется, на возможности имманентной этому миру, а не трансцендентной силы, а опять же той же партии, что предполагает спасение чисто человеческой воли, а значит, какое-то пелагианское, но опять же, если не гностическое понимание Бога, как оставившего мир субъекту, который своим чрезвычайным усилием спасает себя и других избранных. Как это у гностиков. Шмидт разделяет всех на спасительных друзей, того же Котехана, например, и его врагов, что и означает, собственно говоря, эксценциальность и противостояние друзей и врагов, их развлечения. Это предполагает некую секулярную инверсию, преображение гностического дуализма, злого демиурга, князя мира сего и благого спасителя, который исключительным и чрезвычайным усилием избавляет избранных людей от мира мучений, созданных демиургом. Ну или от отдельных элементов, которые мучают этот мир. Последнее положение приоткрывает Таубис, который уже сильно после западной эсхатологии, где он обосновывает гностический характер модерна, модерных учений о государстве в том числе, показывает, что апокалиптика, предполагающая духовные инвестиции в мир, будь то утопические эсхатологии прогресса или апокалиптика сдерживания краха, имеет именно гностический характер. В логике Катехана, сдерживающего крах, имеет место некая утопия сильного государства или партии, якобы способных спасти мир от сил, объявленных инфернальными. Шмидт не строит, конечно, утопию районной земле, подозревая ее как раз в инфернальности. Но это и значит, что тех, кто определяет им в качестве агентов этой инфернальности, он и обозначает, как демиургов хаоса, от которых надо спасать, а точнее защищать право избранных пневматиков, то есть друзей, тот, кто определен как друзья. Это и есть то, что Таубис понимает под гностицизмом, который для него является характеристикой всего модерна, любых модерных философий, истории, политических, теологий и апокалиптика революционных, и апокалиптика контрреволюционных или консервативно-революционных. Таубис сам определяет себя как гностика, но он пишет, мы читаем в Ад Карл Шмидт, о том, что он не желает спасать мир, делать инвестиции в мир или ждать спасителя. Он предлагает выстраивать пути исхода из железного панциря этого чуждого бессмысленного мира, где господствует зло в виде отчуждения, насилия из мира, где нет гуманности. Итак, у нас есть Шмидт, который считал, что мыслит в логике христианского мировоззрения, предполагающий, по его мнению, чрезвычайное, исключительное кайрос, чудо, киркегоровский прыжок или скачок, что должно обосновывать право Катехана на чрезвычайные гигиенические меры для удержания некого блага в мире. Есть таубис, который через такую эскатологию считает династический, а Шмидтовский Катехан, как надо понимать, политическую теологию в целом, чрезвычайный Шмидта, одной из стратегий отдельных гностических социальных групп, можно сказать, в таком мире. Притом такой стратегии, которая приводит к Шоа и обосновывает его. Поэтому таубис предлагает стратегию исхода. Но есть еще Ода Маркварт, который, как и таубис, был знаком с Шмидтом, но скорее как слушатель, читатель, ученик Ахима Риттера, друг Германа Люба, единомышленник, он был слушателем Шмидта, слушателем, но не читателем, но не почитателем. С таубисом Маркварт был знаком лично, прекрасно. Это почти ровным счетом ничего не значит, кроме того, что 90% книг Маркварта вышло в издательстве рекламы. Понятно, по чьей рекомендации. Есть Маркварт у нас, который своим слушателям говорит о том, что в вопросах, связанных с эскатологией, надо слушать таубиса, только с противоположным знаком. Равно как и то, что в отношении политизации, нейтрализации, всего чрезвычайно надо слушать Шмидта, но также просто менять плюсы и минусы, и наоборот. Ода Маркварт отмечает, во-первых, необходимость растождествления модерны, модерных революционных философий истории, то есть политических теологий, он их уравнивает, которые являются антимодерным феноменом внутри самого амбивалентного модерна. Философия истории Шмидта оказывается по Маркварту гностической, то есть авторитарно соотносящей друзей с избавлением от злобного прошлого или будущего и трибунально определяющим виновных в этом зле. Да, философия истории по Шмидту является по Маркварту гностической, поскольку соотносит друзей с избавлением от злобного прошлого или будущего и трибунально определяет виновных в этом зле. Так политическая теология Шмидта оказывается у Маркворда в одном гностически антимодерном ряду с разнообразными концепциями левой и правой культур критики модерна, чья специфика заключается в репрессивном развлечении подлинного и неподлинного, на место которого можно подставлять любые ценностные установки для их дальнейшей политической демонизации, что как раз не сохраняет и разрушает тот мир, который хотел удержать Шмидт. В конечном счете, все это вращается внутри модерна, внутри которого и мыслит Шмидт. Как Маркворд описывает базовые установки Шмидта, цитирую. Суверен тот, кто принимает решения о чрезвычайном положении, писал Карл Шмидт. Его интересовала диктатура и ее возможность в рамках Конституции Веймарской Республики, которой он противостоял легальности и легитимности. По его мнению, понятие политического нужно было рассматривать с точки зрения чрезвычайного положения, как экзистенциальное отношение между другом и врагом. За отсутствие чувства чрезвычайного и децезионизма он критиковал либерализм, буржуазию как дискутирующий класс, как духовно-историческое состояние современного парламентаризма и весь модернный мир. Он метко характеризовал буржуазный мир как эпоху нейтрализации чрезвычайного положения, только запамятовал одобрить этот мир именно за эту его способность, потому что для него исключение было важнее, чем правило. Он поддался романтизму чрезвычайного положения, почему он и смог ссылаться и ссылался на Киркегора. Конец цитаты. Тут в целом все знакомо и понятно. И насчет Киркегора благодаря Владимиру Владимировичу Башкову, например, в первую очередь, наверное, и за которым, конечно, стоит Александр Феридыхович. И интересно, как дальше тут, интересно дальше, как Маркфорд раскрывает контекст и эту тенденцию, в рамках которой Шмидт развивает идеи чрезвычайного. Он пишет, что помимо графа Шмидта, еще и Эрнест Юнгер прославлял чрезвычайное положение как войну в работе, война как внутреннее переживание или как тотальную мобилизацию нового человека в рабочем. Обосновывали чрезвычайное положение еще и представители консервативной революции, марксизма и теологи, для которых, как и для Киркегора, Бог встречается с людьми только в чрезвычайном положении перпендикулярно свыше. Другими словами, эти диалектические теологи вокруг Карла Барта и религиозно-социалиста вокруг Тилеха провозгласили чрезвычайное положение против духа буржуазного общества в виде кайроса. Кайрос, как история, это то, где есть решение конкретное, в то же время проникающее в глубины безусловного. Тут Маркфорд цитирует Тилеха. Далее Маркфорд пишет. Показывает их формальное сходство с духом утопии, историей классовым сознанием. Для Маркфорда тут важно показать, что шмиттовский катехан, как наделяемый способностью к чрезвычайному решению, оказывается в том ряду концепций, которые ведут к чисткам иным социально-гигиеническим процедурам. То есть это предстает Маркфорд как неогностическая концепция спасения избранных и наиболее духовных частей мира за счет уничтожения мира от зла модерного мира, то есть за счет уничтожения в пределе максимуме самого этого мира модерна. Можно сказать, что в перспективе Маркфорда оказывается, что разворачивание детей катехана в политической практике ведет к тому, что государство, партия, вождь сами становятся тем беззаконником, выдающим себя за Бога, о котором писал апостол Павел. Но это касается только такого понимания катехана, который, кстати, звучал на конференции, который предполагает нечто чрезвычайное, исключительное, где катехан не может мыслиться без Кайроса, только в связке. Но на самом деле есть иное понимание, и мы обнаруживаем именно Маркфорда. Так, в рамках решения вполне модерного мировоззренческого вопроса о том, что чем больше модернизируется модерн, тем больше возрастает проблема со смыслом жизни, в силу возрастающего ощущения чуждости модернизированного мира. Так вот, в связи с этим Маркфорд пишет о мини-катехонах. Что это такое? Это как раз растождествление катехона и кайроса, катехона и чрезвычайного, а возможно даже и катехонной харизмы. Маркфорд пишет, цитирую, «Конкретные детальные институализированные жизненные действия, например, работа, семья, ограниченные обязанности, определенные задачи и распорядок дня, являются решающим средством против абсолютного отчаяния. Люди не отчаиваются, пока им есть еще чем заняться, не допустить выкипание молока, доехать на поезде до следующей станции, покормить ребенка, довести дело до конца, написать отчет по финансовой поддержке, предоставить информацию кому-то и так далее. В результате из-за этих маленьких удерживаний, в смысле мини-катехона, люди, что к лучшему, постоянно опаздывают на рандеву с абсолютным «нет», задерживаясь на работе. Этого маленького смысла достаточно, чтобы жить, а большие воскресные чувства, экстаз, приподнятое настроение, восторг, удовлетворение, это в лучшем случае представляют собой донна соперодита. Вы принимаете их с благодарностью, если они вас не слишком беспокоят, но можно обойтись и без них. «Живу для того, чтобы не усложнять жизнь другим». Вот, мне кажется, именно такой урок дает нам Гийом в планете людей Экзюперид, который после крушения своего самолета не сдается, а намеревается добраться до места, где его тело можно будет найти. Это необходимо для того, чтобы жена могла получить страховку за его гибель. Его волновал не абсолютный смысл жизни, а получение страховки женой, что и было смыслом его жизни в этот момент. Ответ на вопрос Камью, стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить, то есть ответ на вопрос о смысле жизни, зависит больше от ближайших вещей, чем от последних. Конец цитаты. И не менее великие чистки рядов, поражающие воображение парады, прорывные геополитические решения, пересмотры современных и пересмотры исторических карт мира. Суверенные политические теологии и эсхатологии – это все не про то, что помогает удерживать смысл для большинства людей в модерне. Это про то, что помогает беззаконным захватить власть и удерживать ее, уничтожая людей, уничтожая, негативируя их маленькие истории и множественные мини-катеханы, которые это и делают жизнь осмысленной и одновременно человеческой. Совсем с этим Маркварт сталкивался в своей юности в нацистской Германии. Это определило переосмысление у него гностика шмидтовского катехана не просто с противоположным знаком, но скорее в минусовой степени, то есть с отрицательным потенцированием. И совершенно случайно это переосмысление совпало, как мне кажется, совпадает по образу с христианским пониманием смысла жизни, поседневного христианства, для которого и первые вещи, и первые люди в конечном счете оказываются последними в прямом смысле этого слова. Спасибо за внимание. Коллеги, очень плохо слышно, очень сильно фонит. Да, так слышно? Вас слышно, Вадим Владимирович, других участников. А, он не говорит. Так, коллеги, есть ли вопросы? Даже саша, да? Не представляю, вот если я сейчас нажал на кнопку, вы меня слышите, Артем Павлович? Ау. Артем Павлович, вы выключили микрофон. Да, 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 слышал, слышал, Александр. Ага. То есть, все-таки микрофоны работают, да? Да, да, да. Да, да. Во-первых, да, спасибо огромное, это, по-моему, это было совершенно замечательно. Хорошо. А, вот сюда, да, вот в этом месте. Хорошо, да. А, собственно, вопрос такой, наполовину касающийся интерпретативных стратегий, а наполовину вот такой божитейский вопрос, потому что то, что вы сказали в самом конце, мне кажется, принципиально важным. Вот, я не ошибаюсь, да, Марквард, это 28-й год рождения. Да, да, да. 28-й год. Ну, вот и понятно, да, значит, он рождается в тот год, когда Шмидт выпускает учения Конституции. Два мира, два шапира. Это просто, это люди, которые друг друга в принципе не могут понять. И он проживает, значит, жизнь так, да, молодость, молодость, это кошмары нацистской Германии, плюс кошмары, собственно, войны, голода, там, бомбежек, поражения, унижения и всего остального. И вся оставшаяся жизнь в Германии, где становится жизнь, в общем, все лучше, лучше и лучше. У меня такой специфический вопрос, при всей убедительности некоторых его рассуждений, нет ли ощущения у нас, что за всем этим стоит, в общем, не столько высокоученый профессор, сколько, я бы сказал, хорошо откормлен немецкий профессор, который, значит, прожил всю свою жизнь практически после вот этих кошмаров. Он вздохнул, наконец, выдохнул, говорит, ну, слава богу, какого черта, какого черта вся была вот эта вот, какая гадость вся эта, все эти ваши катехоны, когда надо просто жить, платить по счетам, понимаешь, вот там в соседнем баре довольно неплохое пиво, ну, черт его знает, что еще. И вот эта вот какая-то такая шпицбергер лишь, да, какая-то жизненная установка прорывается внутрь философии. Или все-таки у нее есть какое-то другое оправдание, помимо того, что, ребят, и так хорошо жить, и нефиг вообще раскачивать лодку. Да, спасибо за вопрос. В отношении биографии надо отметить, что Марквард учился в элитной школе, где была одна из самых образцовых организаций ячеек Гитлер-Югенда. И, значит, как он вспоминал в своих интервью, то сама по себе необходимость шагать в строю, уже как-то выводила его из себя. Это еще, что называется, почти в сытные годы, и это, считайте, такой ранний подростковый период, да. Но в плане войны здесь его, насколько по-мишельски, да, вводят такое понятие поколение зенитчиков и скептическое поколение. То есть буквально он был мобилизован, да, в 45-м году, по-моему, в конце 44-го года, и он, что называется, подносил снаряды, да. То есть он обеспечивал работу зенитного комплекса, вермахта, который оборонял Берлин. И в этом смысле, мне кажется, здесь, насколько я знаю, да, в Германии было, ну, две стратегии, два типа тех, кто оказался, вот, ну, жизни, мышления, тех, кто оказался поколение зенитчиков. Первый момент – это, а как хорошо было там где-то между 33-м и где-то 43-м, да, и что мы потеряли. Мы не можем поверить и никогда не поверим, что вот мы делали вот это вот все и что мы виноваты, значит, в Холокосте и так далее, да. То есть это не мы, это вот эти вот какие-то там злобные отдельные личности. А так вообще мы жили очень хорошо. И был Маркор, который жил-то неплохо, как я понимаю, значит, в детстве вполне, в нацистской Германии. Но на самом деле он воспринял это как вот эту вот такую реальность, тотальность неприятия, вот это вот, вот это вот неких-неких больших нарративов, да, тотальных идеологий и прочего всего. Вот надоели все эти ваши катеханы. То есть, да, надоели, но можно сказать, что все это формировалось еще внутри самой, то есть здесь специфик характера, то есть я тут вот до конца не разобрался. Но он развивает стратегию как раз, которая направлена на преодоление крайностей. С этой точки зрения он не принимает и 68-й год. И вот этот вот радикализм, о котором, когда Люба приводит пример, да, вы, может, помните, наверняка помните, да, когда он должен был ехать в Югославию делать доклад о Ленине, кто-то из коллег в университете там настучал на него, да, и в результате Люба туда не поехал, да, и были какие-то проблемы. Вот этот вот момент, связанный с неким, скажем так, сверхчеловеческим, да, внечеловеческим, да, просто негуманным давлением со стороны вот этих больших нарративов, в рамках которых только и возможны доносы, вот этот вот момент он действительно остро переживал и предлагал от него отказаться. При том, что он все время описывает в своих эссе, как вот эти нарративы продолжают давить. И в этом смысле он говорит о том, что необходимо мужество быть буржуазным, но мы все прекрасно понимаем, что бюклильхкайт – это не просто мещанство, да, или даже в большинстве случаев это не мещанство. И был спор, да, как-то в Фейсбуке даже, я помню, под одним из моих постов между Виталием Куриным и Николаем Плотниковым, когда Николай однозначно предлагал переводить, о том, что ну как, зачем вы перевели бюклильхкай, то у Маркварда, у Люба как буржуазность, надо переводить как гражданственность, гражданство, которое предполагает ответственность за сохранение вот этого мира, да, за сохранение мира модерна. И сам Марквард обосновывал свою позицию, которую он называл, значит, на себя, что я вот консерватор, но консерватор именно модерна, да, имея в виду его вот понимание модерна как амбивалентного, имея в виду компенсаторную теорию Риттера Любы Маркварда, да, которую вот он придерживался. Спасибо большое, спасибо большое. Очень информативно и важно. Да, пожалуйста. Артем Павлович, спасибо большое за доклад, очень интересно. Вот про мини-катехан я хотел, у меня скорее реплика такая, антропологическая перспектива. Мне вспомнились воспоминания тех, кто прошел концентрационные лагеря, например, Виктор Франко, Прима Леви, Жак Амири, вот эти вот «Скажи жизни, да», и там же действительно они все пишут практически об одном и том же, о том, что в повседневности необходимо, ну, заставлять себя там ухаживать за собой, следить за опрятностью, там, зубы чистить, еще что-то, чтобы как-то удерживаться именно в этой жизни. Тогда действительно получается, что какие-то самые простые дела выполняют вот функцию мини-катехан. Это вот одна сторона. Другая сторона, можно и Эрнста Юнгера вспомнить, вот «Господство Егештальта», когда он с восторгом описывает вот эти, и тотальная мобилизация, да, когда он с восторгом описывает вот этих воинов нового типа, которые стремляются на это поле боя, которое пронизывается бомбами и так далее, там тоже требуется особая сноровка, особая решимость, принять вовремя это решение, правильно двигаться для того, чтобы, несмотря на эту обстановку, как-то выжить. Тут какая-то другая грань, но тоже какие-то обстоятельства выступают как мини-катеханы и преодоление вот этой всей адской ситуации поля боя. Спасибо. Это было скорее реплижение. Я хотел бы прокомментировать немножко. Дело в том, что вот как раз Юнгер, у него аккуратненько, ну, я слышал это в докладе, Юнгер, у него аккуратненько там стоит в ряду вместе с Шмидтом, Хайдгером и другими сторонниками большого Катехана. И в этом смысле речь идет о чем? О том, что, да, большие-большие нарративы, они дают смысл, ну, как бы, да, вот некое-некое объединение, мобилизация, да, там определенного рода устремленность к цели. Все там, Атланта расправляет плечи. И дело в том, что просто по Маркверду в антропологической перспективе все-таки он действительно величайший антрополог в первую очередь, да, 20 века, начало 21-го. И в антропологической перспективе он просто показывает, что вот эти вот большие, да, нарративы, может быть, искренне возникшие, ну, то есть, на самом деле, не знаю, Штефан Георги, ну, это невеликий там лидер, да, но вот идея тайны Германии, это все-таки вот такой большой нарратив, который может быть просто использован вот этими сторонниками аномии, да, то есть безбеззаконными, тем самым павлинянскими беззаконными, да. То есть, словно говоря, антихристу тоже нужен катехам, и он нужен большой для того, чтобы всех объединить, мобилизовать. А вот, понимаете, а вот эти маленькие смыслы, жизненные смыслы, да, вскипятить молоко, да, ну, то есть, словно говоря, там, женщина, там, или мужчина, да, тоже вот тут есть близкий пример, теряет мужа, ну, то есть уже пожилой человек, да, и вот партнер умирает, да, и как бы, ну, вот вроде как какой-то, ну, огромная часть жизни, половина человека, половина человека умирает. Или почти, ощущение почти весь мир рухнул, да, и вот это вот рухнул мир, человек начинает жить от беседы к беседе, человек начинает жить, потому что его родственники там начинают, ну, может быть, больше, чем раньше там дергать, что-то помочь по мелочи. Вот, понимаете, вот эти вот мелкие смыслы, их невозможно использовать беззаконно, их невозможно использовать антигуманно, потому что задача ближайшая заключается в том, чтобы просто отойти, сегодня было с дочкой, я беседовал этот момент, объяснял. Надо отойти от двери с коляской, для того, чтобы коляской дверь не перегораживал, чтобы нять людям, то есть появляется смысл сдвинуться с места, а что происходит дальше? А дальше мы просто-напросто идем в парк, куда она не хотела, почему? Потому что движение началось, на вот, и вот этот вот маленький смысл, да, который может иметь продолжение таких шагов, да, он, в общем-то, вот по Маркурду и делает миросмысленно, одновременно с этим, но это невозможно использовать именно для, как бы, обесчеловеченной дегуманизации. Спасибо, Артем Павлович, за доклад. Нас не видно, поэтому представлюсь. Евгений Ющаев не смог удержаться от комментариев, как человек, который в прошлом году написал статью про понятие Катайхана Ушмитта. Слышно нормально? Да, да, да. И, ну, такой, скорее, интерпретационный момент, потому что, ну, трудно спорить с тем, что у Шмитта вся эта увлеченность чрезвычайная и прочие вещи, ну, они действительно есть и никуда не деваются, и за это его, ну, с определенной точки зрения можно и, наверное, нужно критиковать, и, ну, как минимум, ну, никто не запрещает, но вот именно, и возникает большой соблазн от понятия Катайхана подверстать, ну, вот в эту же общую рамку с чрезвычайным, с сувереном и так далее. Но вот как будто, если внимательно читать все-таки тексты Шмитта, то исследовать за логикой его мысли вот вокруг Катехана, то как будто все-таки это не очень получается сделать. То есть там, конечно, тоже есть следы вот этой некой чрезвычайности, исключительности, но уже скорее какие-то следы. Он в конечном счете отказывается от идентификации Катехана вообще с чем-то в модерне. Он спекулирует об этом в более ранних текстах, но потом он как бы все, эта мысль уходит. И поэтому вот мне было даже немножко странно слышать особенно про партию, а вот где он писал про то, что партия — это Катехан. Ну, вроде как нет у него. И наоборот, вот единственный момент, где он четко идентифицирует Катехан в средневековье, да, средневековая империя, но он прямо отмечает, что она могла им быть, потому что выполняла некое трансцендентное поручение. То есть вот как будто в модерне, когда вот связь с инцидентом и сомонентом разорвалась, вот становится сложно с Катеханом. Тут опять же это не к тому, что это в конечном счете у него оказывается какое-то безобидное и благодушное понятие, но просто к тому, что как будто все-таки за ним скрыта немножко не та логика, которая работает в раннем децидионистском Шмидте, ну, который часто рассматривается вот как Шмидт, как таковой. Интересно просто ваше мнение. Да, спасибо, спасибо большое. Я тоже о близкой проблематике думал, да, но дело в том, что как бы именно в перспективе Таубиса и Маркварда, да, Катехан у Шмидта интерпретируется именно через смысловую нагрузку, через весь набор смыслов, вращающийся вокруг этого понятия. И этот набор смыслов, он ведь связан с чем? С тем, что Катехан защищает, вот, ну, то есть где партия, да, прямо в названии статьи фюрер защищает право. И при том, что, собственно говоря, если говорить о фюрере, потому что я партию там через запятую, да, назвал, значит, и фюрер как глава партии. Значит, здесь вот в этом плане любые моменты, которые связаны с защитой, да, защитой, удержанием, да, от какого-то изменения, да, или изменения именно в том направлении, которое сохраняет нечто. Вот этот вот все облако смыслов, да, который предполагает перевод по понятию Катехан, значит, вот этот вот момент они и вытаскивают прямо, прямо Маркфорд как бы работает перед ним. У него не гигантское количество там упоминает Шмидта, это точно не как у Таубиса, да, но Шмидта там вот-вот вкрапляет упоминает. И поэтому здесь как бы речь идет о том, что любая, да, защита, так или иначе, она, любое сохранение, это то, что требует, да, и то, что может требовать, скорее, здесь вот все-таки модальность возможности, да, может требовать чрезвычайного. Поэтому я согласен с вами в том, что Катехан не как должное обязательно предполагает чрезвычайное, но зачастую реализуется вот эта вот возможность связи Катехана с чрезвычайным. То есть именно, ну, словно говоря, репрессивное решение, да, как нечто чрезвычайное. Вот, поэтому как бы такая возможность интерпретации, мне кажется, есть. Ей пользуются, то есть Шмидт дает это возможности, и ей пользуются Таубис и Марквард. Который, кстати, тоже насчет источников я сразу предупрежу, что здесь надо очень долго еще мне разбираться, но я надеюсь, кто-то может присоединиться. Это, собственно говоря, разбор и рассмотрение тех выступлений Шмидта в кружке Риттера, на которых бывал, значит, то Оде Марквард. Вот до этой темы я еще не добрался. То есть надо смотреть, что слышал Марквард, а не просто, что он читал. Да, коллеги, спасибо. К сожалению, мне следует повыше за делу, но я, тем не менее, сейчас задам очень крокий вопрос. Да, Артем Павлович, скажите, пожалуйста, когда вы описываете вот эти мини-катехны, да, или вот следуя за вопросом Дмитрия Владимировича про, так сказать, экстенз-психологию и, значит, реакцию на опыт с матерей и так далее, возникает такое ощущение, что вот эти простые бытовые вещи, они, вообще говоря, напоминают перечень дел, которые обычно прописывают человеку, который находится в глубокой депрессии, для того, чтобы просто постепенно выходить из нее. И то, что звучит как некая нормальность, на самом деле нормальностью как будто не является, а является реакцией на некоторую фундаментальную травмированность. И в связи с этим у меня вот вопрос, а может ли такая, может ли вот эта стратегия, да, вот этого поддержания быта существовать там, где нет некоторой травмированности, нет, скажем, травматического опыта, да, а вот тогда длится некая нормальность, длится довольно долго. Ну вот это немножко возвращает вопрос, ваш вопрос возвращает к вопросу и высказанию Александра Шедриховича, первый, да, который был задан. И возвращает к какому смыслу? В том смысле, что у нас вот есть ощущение, да, что вот после Второй мировой войны, династикации, вот как бы в Германии, да, вот эта профессорская среда, она развивалась беспроблемно, без каких-то, значит, противоречий, и что там какой-то такой нормальный капитализм, такое нормальное мещанство, вот, и куда-то исчезает сразу и 68-й год, и исчезает и 69-й, да, и куда-то исчезают и, значит, теракты, да, на Олимпиаде, и куда-то исчезают какие-то вещи, связанные с вообще страннейшей, да, и очень долго обсуждаемые реформы вузовского образования в Германии. То есть, на самом деле, речь идет о чем? О том, что все, о ком мы говорим, они все признают современный мир, мир модерна, это мир отчуждения. Весь вопрос, мы этот мир будем сносить, чтобы уничтожить, как бы, и отчуждение, или мы будем, или в этом случае, как пишет Маркварт, мы выплескиваем сводами ребенка. Потому что даже с этими противоречиями, с этим отчуждением, вообще-то, к миру и к людям надо относиться нормально и различать, да, греха человека, как рекомендует христианская традиция. Вот, то есть, да, у модерна всегда есть негативные последствия, да, этот модерн всегда, модернизация внутри модерна всегда будет приводить к тому, что мир, который был час назад, он будет другой, и, значит, мы живем уже в другом мире, в чуждом мире. То есть, в этом плане ждать нового начала бессмысленно, оно постоянно новое, и мы постоянно отчуждаемся от прошлого. Но с этой точки зрения, вот это вот удерживание, оно и должно сохранять некую нормальность как раз в плане вот этих смыслов. Я понимаю, что вот этот момент депрессии, это я привел пример, да, с гибелью человека, или вот он приводит пример из Экзекперии, да, человеком, который выжил, благодаря вот этим маленьким смыслам. Но, значит, у Маркворда есть, это я как-то такой яркий, да, пример привел из статьи, где он прямо упоминает понятие мини-катехоны, тут Маркворда есть. Но есть и другие статьи, где он указывает на эти смыслы, за которые может держаться человек. Он говорит, да, в принципе, это история, это историзация, в принципе, это литература. Это, но, дело в том, что это должен быть не абсолютный текст, а текст плюральный, и это вообще совершенно другая тема. Речь идет о том, что Маркворд утверждает множественности этих смыслов. Он утверждает отказ от германифтических гражданских войн за абсолютный текст. И предлагает наличие, там, мультиверсальную историю, да, концепцию мультиверсальную историю. Он предполагает политеизм и пишет о том, что, значит, Вебер боялся этих многих богов, мы же должны радоваться. Единственное, что эти боги должны конкурировать, как и ветви власти. То есть, он говорит, должно быть разделение властей. И вот эта вот плюрализация, она как раз нейтрализует вот эти вот тотальные идеологии, так же, как и вот эти маленькие смыслы, которые я перечислил. То есть, здесь, конечно, материала больше, но вот я и так тут время много съел. А про Маркварда много можешь рассказывать. Я надеюсь, что статья в Стасисе выйдет и выйдет этот Стасис, который уже второй год не выходит. И там у меня будет большая статья о спору о гностицизме и место вот Маркварда, перформативного аспекта взглядов Маркварда в рамках этого спора о гностическом характере модерности. Вот, там вот поподробнее будет. Да, спасибо, Артем Халович.